Я расскажу о том, что было в давние времена в избе. Там был гребень, чтобы растяживать пряжу. Желающие могли на собственном опыте узнать, как жили наши предки и как вели хозяйство. На интерактивной площадке посиделки у печки ребята пробовали поставить в печь горшок с помощью хвата, поносить на плечах коромысла, расчесать гребнем пряжу и потолочь в ступе. А еще узнали о народных обычаях и приметах. Мне понравилось здесь то, что мне показывали. В рамках тематического года культурного наследия народов России «Библия сумерки-2022» в детской библиотеке имени Пушкина посвятили русским традициям. Мероприятия открыли песнями, танцами, потешками и, конечно, общим дружным хороводом. А потом на целый вечер гости библиотеки погрузились в историю и богатую культуру русского народа. Библиотеки работают, площадки самые разные. У нас есть творческие площадки, где можно участвовать в мастер-классе. И что-то у нас посвящено народной кукле, матрешкам. Потому что любые вот эти игрушки, о которых мы сегодня детям говорим, о мастеримости с детьми, в них ведь тоже глубочайший смысл скрыт. То есть, если мы говорим о матрешке, то это, по сути дела, про образ русской семьи. На разных станциях ребята мастерили своими руками, играли в народные забавы и познавательные викторины. Читатели библиотеки рассматривали элементы народного костюма, вспоминали пословицы и поговорки, учились завязывать платок и даже могли примерить на себя русский наряд и сфотографироваться на специальной фотозоне. В праздники с удовольствием участвовали не только ребята, но и их родители. Замечательные мастер-классы для детей. И детям интересны, и взрослым интересны. В общем, очень понравилась. Благодарность огромной работникам библиотеки. Такой нестандартный подход к своей работе. Замечательные люди, замечательные праздники. На протяжении вечера в Пушкинке работала книжная ярмарка, где можно было обменяться книгами, а также кинозал «Мульт Россия». Светлана Ярунова, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.